Здравствуйте, здравствуйте. Мне не стыдно назвать депутата, у которого я являюсь общественным помощником. Это Илья Конобарев, он в Москве. Проблемы, которые касаются Ленинграда и Ленинградской области, они в большинстве своем проходят через меня, если не уходят прямо от самих специалистов. Сегодня вопросы, которые обсуждаются на митингах, они все касаются судьбы человека. Потому что сегодня наша власть не видит людей. Они видят только конверты, купюры, кресла, которые находятся выше занимаемого. И именно это является приоритетом при принятии решений. Сейчас первым выступанием у нас будет непосредственно пострадавшее лицо. Территория Невского лесопада. Подойдите, пожалуйста, вы начинаете выступление. Я думаю, выживать в этой ситуации еще сложнее. А сказать, что у вас есть что? Сегодня я часто задаю вопрос. Сегодня я часто задаю вопрос. Не слышно? 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 Я сегодня задаю вопрос. Почему занимающийся влачиной своих прав становится изгоем у органов власти? Мы с 1998 года находились в детском лесопарке. Зачистили территорию. Получили, построили здание КП. И получили из детских право собственности. Я думаю, каждый из нас знает, что такое право собственности. И оно неприкосновенно. Но появился патронский фонд. Что ему нужно было в детском лесопаде? Я думаю, что детский лесопад находится не далеко от гаспромовской мечты. Ох, как сектор. И я думаю, что их топ-менеджерам нужно жить не далеко от работы. И эти места должны быть живописными. И особо охраняемыми территориями. Что нужно было для этого сделать? Появился благотворительный патронский фонд. И тут получается обработан здесь. У нас есть в Тиме? Смертвы. 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 Он убедил всех, и на сегодняшний день всех, чем он занимается, это только выделением всех и вырубкой лицов. В результате с третьего года у меня в руках много протоколов и нарушений, которые правоохранительные органы абсолютно не обращают на это внимания. Занимались лицники, писали лицники, о том, что вырубаются вековые дубы, в Солнце, в Берез, Аттимы. Но также, если было нарушение, не выясняйтесь. Видите, что сегодня у праздновал, Казарянов, естественно, уже противопоятно, когда они не встали. Конечно, у таковского фонда руки разъянулись, но он не подумал, господин Аттонов, генеральный директор, что борьба продолжается. И мы сегодня, вот вычищаем этот свет, потому что в 1908 года вместе с зрителями литературного фестопарка старались, чтобы там было чисто, чтобы люди приходили отмечать, не нарушали лицники, не нарушали порядок лицников. Старались, чтобы люди, приходя туда, получали красивую культурную обществу. Сегодня Матлёвский полк предлагает нам признать эту территорию особо охраняемой. Мы судимся и будем судиться, наверное, очень долго. Дела лежат в Детственных комитетах о том, что полфифицированы архивные документы, полфифицированы ЮНЕСКО. Дай Бог, что мы всё-таки добьёмся, чтобы мы завели уголовное дело. И вправо, вправо, как всё полывало. Сейчас я не могу. В настоящий момент, так называемая особо охраняемая территория, чем я не остаётся в аренду, организатором, покажённым, влиятельным бизнесменам. А руководитель спорта Антонов сказал, что особо охраняемая земля стала только для армян. Вывод один. Особо охраняемая территория – это название соответствующей статусе места жительства. Сильно фигура всего. Где, по их мнению, нам места нет. Продолжение следует...